Меня зовут Вера. Моя ниша это расписные имбирные пряники. Мы учим делать их, то есть мы проводим мастер-классы и в данный момент у нас функционирует онлайн-школа. И также у меня есть своя пекарня, где мы делаем расписные пряники на заказ. Я пришла в акселератор в июле 2017 года. Это был второй поток. Пришла просто по рекламе. Мне очень хотелось сделать какой-то онлайн-продукт, потому что был запрос от моих учеников, которые не могли приехать на живые мастер-классы. И я поняла, что онлайн-школа – это то, что мне очень хочется делать, потому что, конечно, в живом бизнесе в нем есть достаточно много проблем, потому что ты постоянно завязан на том, что тебе нужно платить аренду, тебе нужно платить зарплату сотрудникам, ты очень сильно зависишь от того, насколько есть спрос в течение года. И, соответственно, в пряниках есть небольшая сезонность. И, кроме того, любой производственный бизнес в начале – это достаточно сложно. Хотя это было безумно интересно, мне очень хотелось это делать, были заказы, но, тем не менее, определенные сложности были и хотелось высвободить побольше времени на семью. У меня двое маленьких детей, и, конечно, хотелось больше времени с ними проводить. И, кроме того, я проводила живые мастер-классы, и были запросы от тех, кто хотел учиться, но не мог приехать. До акселератора у меня была пекарня, которая зарабатывала, ну, на самом деле, по-разному, потому что мы находились в динамическом развитии, она была к этому моменту три года, но средний, наверное, человек – это 100-150 тысяч рублей. В Новый год, конечно, больше, но, тем не менее, некая нестабильность была, и постоянно надо было вкладываться еще дальше в продвижение. Была проблема с тем, чтобы набрать хорошую команду. Это действительно всегда очень большая проблема – команда людей, то есть сделать так, чтобы она была стабильная, чтобы она была крепкая. И, конечно, хотелось больше какой-то финансовой стабильности и больше, скажем так, свободного времени, чтобы проводить его с семьей. В акселераторе я создала онлайн-школу, то, чего я очень давно хотела, и за первый месяц мы заработали 450 тысяч рублей. Это были те люди, которые очень хотели у нас учиться, и те, кто пришел, как бы, увидев рекламу. Потом была некоторая, скажем, боязнь моя, что я не смогу зарабатывать на то, что называется холодным трафик. То есть те люди, которые не были на меня подписаны или те, которые меня не знали, то есть я не знала, насколько это будет, насколько широкая аудитория, это будет интересно. Но на самом деле хороший продукт и грамотное вот это построение всей онлайн-школы, то есть когда ты знаешь, как сделать, то есть из каких кубиков это состоит, как это все соединить, как это сделать грамотно, как это сделать максимально эффективно для учеников. А это, на самом деле, ключевой момент. Если ученики, учеников получается, и им нравится учиться, они придут и учиться дальше. И это, на самом деле, очень здорово, и позитивные отзывы они очень сильно заряжают. И, конечно, без акселератора вот эти вот понять, какие вообще кубики есть, из чего состоит вот эта вот онлайн-школа, понять, что это может быть масштабно, это очень сложно. До акселератора где-то за год до этого я думала уже об видеоуроках, я не думала об этом так масштабно, как об онлайн-школе, потому что я не знала, что это можно сделать так масштабно. Я записала где-то полтора урока видео, оно было достаточно некачественное, потому что я не знала, как правильно снимать, я не задумывалась о том, что это прямо так важно. У меня не было света, у меня была одна камера, и они до сих пор, вот они год этот, они лежали без обработки, без всего, потому что просто не хватало времени, не хватало мотивации на то, чтобы делать дальше, не хватало понимания, что из этого можно сделать какой-то большой проект и, соответственно, знаний, как вот это пошагово сделать. То есть акселератор очень сильно мне в этом плане помог, потому что он дал мне вот этот инструмент. Я поняла, как мои знания, или также можно запаковать знания эксперта, если вы продюсер, как это можно сделать грамотно. И, на самом деле, наша онлайн-школа сейчас очень сильно выигрывает среди конкурентов именно благодаря тому, что она очень грамотно сделана. И многие ученики мне пишут благодарность, что как здорово у вас построено обучение. То есть они говорят, что действительно это важно, как записаны уроки, насколько вот это сделано комфортно для учеников и так далее. То есть вот за эти знания я безумно благодарна акселератору. И, конечно, еще, на мой взгляд, прямо огромная ценность акселератора – это то, что он дает потрясающие знакомства. То есть мы столько общаемся с нашими сокурсниками с разных потоков, причем мы перезнакомились и в битве, которую проводит акселератор. И просто так настолько увлеченные люди, настолько они как бы хотят что-то сделать. И они настолько доброжелательны, настолько готовы делиться, что это на самом деле очень для меня было удивительно и здорово. И я привыкла к такому, но я не ожидала это среди людей бизнеса, скажем так. То есть вот для меня это было действительно вот большим открытием, и мы замечательно общаемся, поддерживаем друг друга. И, конечно, обратная связь в самом акселераторе – это то, что помогает постоянно расти, потому что любой вопрос можно задать либо куратору, и всегда ответят, всегда помогут, дадут какие-то дополнительные ссылки, где можно посмотреть, либо откроют доступ дальше к курсу, если это необходимо. И также можно задать вопрос в общей группе, и тогда все ученики включатся. Ученики и кураторы, и часто основатели сами проекта тоже принимают участие в этих обсуждениях, когда какой-то вопрос, который сложно решить самостоятельно, когда он помогает дальше двигаться. Значит, за первый месяц у меня на рекламу ушло очень немного. Я тратила буквально, у меня бюджет был на рекламу в Инстаграме где-то 10 долларов на рекламный пост, потому что людям было интересно, потому что такого как бы не было. Они приходили, и с такими вот маленькими бюджетами достаточно много приходило народу. Конечно, постепенно все выстраивалось, то есть не сразу стало получаться, но тем не менее, благодаря поддержке, благодаря тому, что весь процесс выстроен пошагово в акселераторе, это дает возможность улучшать, дальше дорабатывать свою школу и вносить какие-то свои такие нюансы, которые помогают в итоге. То есть вроде как это известные технологии, можно даже их найти в интернете, но разобраться с ними самостоятельно, это на самом деле очень сложно. Я тратила на закупку оборудования, потому что у меня ручная работа, мне надо хорошо снимать, соответственно, я покупала освещение, камеры, ну, то есть были затраты, вот где-то это около 200 тысяч. Сейчас тратится на рекламу где-то 20-30 процентов, на рекламу, на зарплату сотрудникам. Сейчас я уже, слава богу, пришла к моменту, когда можно часть процессов делегировать. Начинала я вообще в одиночку, то есть поскольку у меня был большой минус по деньгам, я пришла в акселератор, взяв кредит, вот, настолько вот мне показалось, не знала никого из там ребят, из основателей, из учащихся, мне просто настолько хорошей показалась идея и настолько вызывали доверие своей грамотностью, своим подходом. Ребята, что уже после, там, первого, наверное, или второго урока я доплатила за годовой курс, взяв кредит, поэтому у меня был крайне маленький бюджет, ну, скажем, был в минус, его не было, вот, мне надо было отдавать долги, и поэтому я делала все сама. Конечно, это достаточно сложно, но, тем не менее, можно разобраться, даже вот без какого-то там супертехнического образования, я врач по образованию, но можно разобраться и в технических моментах для вот первичной настройки. Конечно, когда есть возможность, то лучше брать помощника, лучше брать команду специалистов, но это все можно сделать со временем, то есть для запуска школы, в принципе, это тоже не обязательно. Вот, и на данный момент вот где-то 20-30% я трачу на рекламу, на то, чтобы приходили новые ученики, да, то, чтобы они узнавали о том, что есть онлайн-школа, приходили на вебинары и дальше уже приходили к нам на курс. Сейчас у меня учатся уже более 300 учеников, вот, чему я очень рада. Многие получили результаты и, конечно, это здорово. Отзывы вдохновляют и поддержка, и все позволяет двигаться дальше. Мой главный совет начинающим – начните. На самом деле, я бы не сделала так быстро школу, если бы я не поставила себе четкие сроки. То есть не надо бояться, надо двигаться вперед и надо поверить в себя, потому что наши возможности, они сильно больше, чем мы о них думаем. То есть делайте, пробуйте. На самом деле, на мой взгляд, сфера онлайн-образования – это замечательная сфера, потому что она продуктивная, она позволяет нести людям. То есть это не продажи-перепродажи, это не какие-то такие вот странные, ну, во всяком случае, с женской точки зрения бизнесы. Она позволяет, как бы, это созидание. То есть вы несете людям знания, вы даете им возможность поменять себя. И на самом деле, если у вас хороший продукт, а это первое, что должно быть, то вот те отзывы, которые приходят, и тот результат, который вы видите, это просто вот такой заряд на дальнейшее какое-то действие. Поэтому начинайте, пробуйте, это не так страшно, как кажется. Моя цель на данный момент – это расширять мою школу, дополнять ее еще уроками, так, чтобы обучение было максимально эффективным. Я хочу записать три цикла за год. И в перспективе я хочу перевести на английский язык, потому что достаточно много запросов поступает от англоговорящих. Им нравятся наши пряники, нравится наш, как бы, вот, весь этот процесс. Они спрашивают, есть ли курсы, поэтому я думаю, что в дальнейшем мы переведем и на английский язык будем продвигаться, расширяться дальше.